Девушки отдыхают И хочется просто надеяться на то, что будет продолжение Сваты неоднократно становились обладателями престижных телевизионных премий И в общем, это, конечно, заслуга команды Фильм стал популярным не только в Украине, в России, во всех странах СНГ, но и в США и странах Европы Фестиваль Монте-Карло, как там оказались сваты, это, конечно, чудно Исполнители главных ролей стали народными любимцами В общем, слава пришла А съемочная группа, которая год подряд возвращалась к работе Эпопея продолжается Сваты — это любимый сериал Вне конкуренции Очень классный, интересно, позитивно Да, вот хочется смотреть После трудовых дней ты расслабишься, посмеешься хорошо По-семейному очень доброе кино Спасибо за такой сериал Очень приятно смотреть, качественный юмор Приготовились Начали Все самое интересное, что осталось за кадром, зритель узнает из документального цикла О создании фильма «Сваты» Ну давай Ну давай, твой Иван Ну застань Сваты — это жизнь Это настроение Это радость Ух ты Давай Ой Да что Это я понимаю Тут же играть ничего не надо 12 марта 2012 года Съемочная группа вернулась на уже знакомую площадку «Дом семьи Будько» Ну да, 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 это мы приехали Эй Здрасте С этого родного для всех места начнется шестой сезон Теперь жизнь этих людей напрямую зависит от графика съемок Впереди дни и ночи напряженной работы А пока вот она, радость встречи коллектива, который за пять лет превратился в уникальную команду Здорово, снялась Знаешь, что называется? Снова здравствуйте Я не знаю, как то, я с ужасом думаю, неужели это когда-нибудь закончится Тут такая компания подобралась, что вот как-то съемок ждешь, вот ждешь с нетерпением Когда видишь всю группу, которая тебя встречает, то ощущение чего-то вот такого огромного, теплого Большого Всех же надо перецеловать, причем это искренние поцелуи, искренние рукопожатия И настолько родные лица и необъяснимое чувство Очень многие на всех шести проектах были Здесь уже практически семья большая Тебя никто не подставит ни в смысле драматургии, ни в смысле того, как ты будешь выглядеть Когда уже тебя знают и ты знаешь людей, тут уже степень доверия она иная Поэтому здесь такой плацдарм для творчества По традиции на киношной тарелке расписываются все участники съемочной группы Актеры, режиссеры, операторы, художники по гриму и костюмам, звукорежиссеры, осветители Все без исключения Для команды сватов, как говорится, это уже дело привычное Обычно ты мало кого знаешь, когда тарелка разбивается А здесь всех знают Я задумался даже однажды, что если следующее лето я вдруг не встречу на площадке сватов Даже не захотел об этом думать, потому что этого быть не может Творчески всегда интересно начинать что-то новое Предвкушение того, что это должно быть очень интересно, вот это, пожалуй, и было в первый съемочный день Внимание, все смотрим на меня, три-четыре снимаю Ну что, ребята, эпопея продолжается Никогда еще мы не начинали так рано Никогда еще в этот момент на нас не было столько одежды Это будет долго в этом году Отпраздную все праздники Ну, в общем, что, сотый шесть? Да С Богом! Ура! Ура! Навались! Да! Да! События первой серии шестого сезона происходят накануне женского праздника Безусловно, в такой день женщины требуют к себе особого внимания Поэтому первую серию фильма о фильме мы решили посвятить нашим милым дамам Кушайте, не обляпайтесь Класс! Ну что, умник, разрулил? Уа! Черт и шо, вот это она придумает? Понимаю, Валентина, ты у меня женщина не маленькая А на нормальную фигуру попробуй что-нибудь найди Ха-ха-ха! Хватит комедию ломать Сейчас вы куда лыжи навострячили Мне, например, непонятно А когда мне непонятно, я начинаю злиться А ну стоять! Я не сильно там лопатой Валент! Валент! Ура! А топор зачем? Дров нарубишь! Пусть будет мне так спокойнее, Валя. Сидеть, сидеть, сидеть. Моя Валюха простая женщина из деревни, любящая своих внуков. Лучок, пока баба Валя рядом, ты с голоду не поврешь. Если большая страна, большие просторы, то должна быть и большая женщина. Вы же типичная женщина рубинцевских форм. Каких форм? Худеть тебе надо, вот такие их форм. Это не та Валюха, которая там в начале нашей истории была. Деревня, а вот это ты не дала? Она, понимаешь ли, видишь, там она уже бизнесом занимается. Мы так немножко, видите, ее образ так меняем, исходя из ее характера, Валюхи. Как? Это монументально. Правда, да? Мне так нравится моя Валюха, что я бы ее играл и играл. Мы как зрители, которые год следим за жизнью любимых героев. А ну в глаза мне смотри, банщик хренов. Ну и что я там увижу? Да это я хочу увидеть. Порой нам кажется, что знаем о персонажах и об актерах, их сыгравших, абсолютно все. Не, подожди, Валюха, еще не время. Но сегодня вы узнаете о том, что актрисе Татьяне Кравченко пришлось преодолевать шесть лет, играя Валентину. У тебя будет когда-то поедем, и я не поеду. Да я знаю. Знаешь почему? Я-то знаю. Про Татьяну дародну много. Ну и, конечно, про фобию ее тоже. Откуда? То есть ты на веранду второго этажа боишься выйти? Одна фобия – это боязнь высоты, другая – боязнь загнутого пространства. Я ездила на Кавказе в Донбай, на подъемке, и он остановился. А я висю. А вот так вот Кавказ – это не эти горы. Я песчинка висю, и мысли час висела. А, а. Синяя, когда она с Берковичем разговаривает в доме, к балкону второго этажа. Я выпил-то всего один бокал. Да, все остальное развелось. Стоп. Давай еще раз. Подняться на балкон, ну, на балкон ей страшновато. Губы. Дародана, держаться. Готовились. Казалось, там перила, там, не надо нигде не висеть. Топ. Держалась полосом к концу Великой Судорогой. Судорога, ты не виноват. Сначала я думал, что это такое, ну, кокетство актерское. Ну, на заре наших отношений. А потом я понял, когда она реально в ней начинает отгибаться ноги. Действительно, ну, то есть это все не шутки. Самым большим испытанием для актрисы стала сцена из 13-й серии. Была стройка у нас, якобы, в доме Сватовы. Там нужно было подняться на определенную платформу. Мне нужна была речь с трактора говорить перед односельчанами, призывающей к протесту и бунту. Такая олень на броневике. Между дублями Татьяну Эдуардовну поддерживал помощник. Но после команды второго режиссера «Камера» ему придется убрать руку. У актрисы, ну, было видно на плейбеке, как дрожали руки-ноги. Там она должна была абсолютно быть расколана, а у человека ноги трусятся. Дорогие кучугурцы, земляки, все, где они у нас под окнами, рюмочные строят. А завтра на огородах певнухи ставить будут, да? Да. Стройки нет! Стройки нет! Стройки нет! Настолько собралась Татьяна Эдуардовна, и абсолютно этот страх не читался ни в глазах, ни в движениях. Стройки нет! Стройки нет! Тихо! Скажи пару слов. Достойно восхищения, что скажу. А я представляю какой-то подвиг для актрисы летать из другого города, из Москвы в Киев. Потому что на поезде не всегда есть возможность приехать, потому что это дольше. В конце прошлого года составилась очередная церемония под названием «Телетриумф» всеукраинская, на которой наш фильм получил снова четыре статуеточки. Одну из которых в номинации «Лучшая актриса» получила Татьяна Эдуардовна Кравченко. Татьяна Кравченко – выдающаяся актриса, и несмотря на то, что она очень много в кино сыграла, по-прежнему весь ее потенциал актерский не раскрыт. Поэтому мне очень хотелось, чтобы она получила эту награду, потому что она ее заслужила уже давно. В общем, слава пришла. Но это не главное. Главное – улыбки зрителей, их пожелания, их впечатления. Народная артистка России Татьяна Кравченко! Встречайте ваши аплодисменты! Татьяна Кравченко вместе с партнером по кадру Федором Добронравовым создали крепкую семейную пару Будько. Когда есть любовь, то там не бывает таких трагедий, отношений. А вот в личной жизни актрисы не все так гладко сложилось. Ну, у меня, в общем, не получилось. Было серьезное такое чувство к отцу и Аниному. Ну, тоже, видишь, разошлись. Семилетний брак с известным режиссером распался, когда дочери было два года. Хорошо сейчас живем с дочкой. С тех пор Татьяна Эдуардовна посвятила себя воспитанию дочери. А вот что касается... Ну, и я ни о чем не жалею. А все остальное время занимали сцена и кино. Ну, у меня, слава богу, работа есть. И все выливаю на Федора, на своего партнера. Все ему достается сейчас в кино. Рюмачку ему наливаю, саморучно, Рюмачку. А если я вдруг остановлюсь, ты перестанешь меня бить? Стой! Перестану, перестану. Давай. Я все остановлюсь. Нафиг! С ней замечательный. Она прекрасный человек, замечательная актриса. Никто не лезет, знаешь, там, в кадр, не отталкивает локтем. Этого нет. Наоборот, развернет еще тебя, чтобы в камеру, чтобы лучше кадр был, чтобы ты получше была. Ну, что ты? Это же дорогого стоит. Стой! Валя, Валя, не надо, Валя! Ах ты, скатабаза! Я думаю, он рукава, это, он с какими-то базами! Огонь! С какими-то! Убью, зараза! Да, я помню, в кукурузе мы там бегали. Валя, ты взрослая женщина, не позорь меня! Технически было сложно. Ран должен был лететь перед героем, камера двигаться, а герой должен был в это время ругаться. Вот поэтому Федя и Таня когда снимались, то есть бежала Таня, перед ней летела камера, а Федя его подбрасывал все реплики. Начали! Стой, зараза! Валюка, не позорь меня, ты взрослая женщина! Ты все собаки! Я думала, он укалывает научащими-то бабами! Не с какими-то они нам поле спасли, к нам воры лезли! Ноги повыдёргаю! Когда нужно подыграть за кадром, я знаю, что есть актеры, которые уходят просто. И все. Но у нас такого не было ни разу, но знаю, что есть. Начали! Стой, сказала, стой! Валя, ты взрослая женщина, не позорь меня! А я убью, зараза! Валя, это мокруха, она по жизни натянет! И реплики из-за кадра подбрасывают. Продолжают играть. Ну, это ли не показатель отношения друг к другу? Очень грустно, когда это закончится, конечно. На другую надо искать работу. Чтобы это заполнять. Почему-то мне захотелось оторваться от действия внутри фильма, продолжить съёмку уже в жизни, как бы. В одном кадре это совместить. Креста, ты не зашла? Да, финишу зашла первая. Молодец! Ты сводишь меня с ума. Саша! Машенька, красоты много не бывает. Женщина всегда должна выглядеть на все столь. И губки подкрашены, глазки подведены. Всегда. И дома, и возле дома. А как вас зовут? Нас зовут Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, на самом деле, нашел шестой сезон для меня загадка. Что за женщина такая? Чего ей крутит, мутит, вертит? А мне кажется, что у нас какие-то комплексивные танцы. С одной стороны, можно её назвать такой, знаете, солнечной дурой. И с другой стороны, умница невероятная. Оба школе, а ты всегда так готовишься? Или потому что мы наказаны? С одной стороны, и терпение в ней, и такт, и интеллигентность. Как изысканно. С другой стороны, вдруг как задроческопик. Молодой человек, идите сюда. Идите отсюда. В этой Ольге несколько всяко разных личностей. Четыре, это как минимум сидит. Вам не нравится моё кимоно? Нет, оно мне очень нравится. Я не вижу её со стороны. Я могу её только по ощупь вот так вот как-то продвигать на суд зрителей. Попросим Ольгу на сцену бурными аплодисментами! Я считаю, что такой персонаж и такой коллектив — это большой подарок для актрисы любого уровня. Потому что моей профессии надо учиться до бесконечности. Саша, а что смешного? Объясни мне, пожалуйста. Я не знаю, приятно как-то. Мне очень комфортно с Люсей, потому что, я объясню, я же влился позже. И просто я вижу, какой стержень, какое умение держать свою линию и свой характер уже наработан. Я всегда знал, что вы проницательнейшая женщина. Позвать ручку, позвать. С первого сезона «Сватов» образ Ольги Николаевны, воплощённый актрисой Людмилой Артемьевой, полюбился зрителю. Я не понимаю, зачем, имея пылесос, вытряхивать дорожки таким фарварским методом. С выходом каждого последующего сезона народный интерес к судьбе бабушки Оли только возрастал. Я понимаю, когда я прохожу таможенный контроль где-то. Я вижу, как улыбаются неулыбчивые таможенники. Я вижу, как он вдруг, так сказать, подмигивает мне. Я понимаю, что он не мне подмигивает, именно Ольга Николаевна. Спасибо. Спасибо. И это ни в коем случае никогда не считало своей заслугой. На площадке «Сватов» Людмила Артемьева выполняла любые актёрские задачи. Быстро на поляну за табельным оружием! Отказывалась от дублёров, выполняла трюки. Всё ради истории фильма. Её Ольга в фильме была разной. Самоуверенной и властной. Зая, за мной. Не дай бог. А порой смешной и взбалмошной. А-а-а-а! Олечка, что случилось? Ничего, собственно, было страшного не произошло. Ну, я рада. Но в обычной жизни актриса не приветствует публичность. Не даёт автографов и не фотографируется. Осторожно относится к журналистам. Не дает интервью на личные темы, боясь вторжения в свою жизнь. Я человек обыкновенный. Я так же устаю, я прячусь от чего-то. И то, что я все время гоняю, простите, ваших коллег за то, чтобы лишний раз меня не фотографировали, это неизменно. Вы что меня за ногу хватаете? Да ты сама мне чуть руку не отдавила. Маньяк! Но такая закрытость и нелюбовь к СМИ не уменьшает количество поклонников Людмилы Артемьевой. Женечки, я вас только прошу, никаких фотографий, хорошо? Договорились? Никаких телефонов? Никаких фотографий. Распишитесь, пожалуйста, на телефоне мне. Началось. Понятие, знаете, вот этой помпы, так сказать, народной любви, это громкие слова. Это так вот средства массовой информации делают из нас таких каких-то героев, кумиров и так далее. Все эти шампанские. Это я сейчас сижу, понимаете, так сказать, в таком фуршетном макияже и так далее, и так далее. На самом деле, это просто такая сцена. И наше актерское существование, оно очень простое, совершенно неправильное. Если это незаметно зрительскому глазу, наверное, это хорошо. В фильме «Сваты» Людмила Артемьева играет бабушку. Не у всех же такие классные бабушки и дедушка, как у нас. М-м-м, мои дорогие, мои дорогие. Если обратили внимание, исчезло поколение практически бабушек в платочках. В платочках. Я помню даже, как пах бабушкин платок. Вот он пах молоком, почему-то кукурузой и невероятным солнцем. Я помню запах этого платочка. Дороже этого платка вот не было ничего. Так, можно пахать и поможешь мне? Поможешь? Ой, какая у меня смаха золотая! Ольга Николаевна – современная бабушка, которая не носит платок, но она также добра и заботлива. Сейчас, к сожалению, если что, ты бежишь на работу, ребенка оставляют. Сейчас появилось загадочное, странное для меня понятие няни. Другие правила, другие идолы. Это мы допустили. Я не знаю, как-нибудь само все образуется. Оно не образуется, само собой, если мы не приложим хоть каких-то усилий. Мы тоже не идеальные бабушки, дедушки. Но здесь есть, я бы назвала это надеждой. Если этот фильм внесет хоть маленькую толику сомнений в том, как мы живем, то это уже радость для нас. Еще раз такое повторится, вылезите отсюда, как сопли в платочек. Да вы не имеете права! Вы мой отель со своим цирком не путаете, ладно? Вот ты язва, а! Я в этом бизнесе уже 10 лет, и меня еще никто не кинул. Ну вы ложки-то хотя бы дайте. Сейчас люди дойдят, будут вам ложки. Ну почему мы это должны терпеть? Ну давайте уже съемим. Выживает сильнейший? Ну-ну, всех блох. Буханкин Дмитрий Александрович. Ага, Лариса. Будет вам борьба, война вам будет. Катабаса! Я извиняюсь, вот это кто? А то ты не знаешь, кто я. Я не считаю, что Лариса персонаж какой-то там со знаком минус. Бизнес продавать я, машину оформлять я, дом покупать тоже я. Господи, с кем я разговариваю? Думаю, что она просто человек, который так или иначе реагирует на какие-то ситуации. Митя, скажи мне, в конце концов, кто в нашем доме мужчина? Лора, не начинай. Я еще не начинаю. Она любит своего мужа и любит свою семью. Глаза смотри, глаза! Глаза! Что ты уставился? Ну просто вот она такой человек. О, окно, по-моему. То гости придут заляпаны. Мне кто-то сказал, мне было очень приятно, как мне сказал человек один, что вот мне так нравится ваша героиня, но я, потому что я люблю, когда меня хвалят, как оказалось. Я думала, что как-то освободилась и стала уже к этому равнодушна. Нет, я все-таки очень люблю, когда меня хвалят. Шон, ну что такое? У меня тоже изменилось за это время. Так я думаю, что и Лариса тоже. Леси, так? Сделай так, чтобы мы уже вот видим, как бы больше. Да, вот так. В первых сериях шестого сезона героиня Олеси Железняк ждет ребенка. Самое лучшее время для женщины – это беременность, мне кажется. Самое счастливое. Когда женщина в положении, и у нее же меняется немножко психика, и иногда женщина немножко этим спекулирует. Ой. Я тебе фейхуа принес. Ну какая фейхуа? Три часа ночи. Шостачка кай. Ты же хотела. Я не хотела. Лорик наседает на меня. Женщина на нервах, и поэтому она меня сейчас по полной программе. Но немногие знают, что во время съемок четвертой части «Сватов» актриса была в положении. Уважаемый, будете уходить, калиточку прикройте. Да, пожалуйста. Когда встал вопрос о появлении этого персонажа в проекте, ну кто это будет, для меня там был вопрос, ну, решен сразу. Олеса дала согласие, а потом в июне месяце выяснилось, что она в положении. Причем так уже достаточно глубоко. Митя, а у нас ребеночек будет. На начальном этапе, когда это еще можно было скрывать одеждой, скрывали одеждой, а потом... Закрывали меня полотенцами, там стопкой полотенца. Это подносы. Митрий Александрович. Бочки, сумки. Вы в этом костюмик. Я уже шутил, что Леся не носила на руках только лабрадора, для того, чтобы спрятать свой живот. Несите все. К финалу уже придумали сцены, чтобы меня перегораживали машины. Ну тогда звони. Дома. На. Лор. Заборы. Только после вас. За столом ее снимали. Куда ты, Лар? С ума сошла? Потихоньку. Потихоньку встави и быстро все сцены. Идем, идем, идем. Ты себе уже не принадлежишь. В финал мы ее вообще так окружали, еще верхняя точка была. И уже с верхней точки на Леся не залезешь на голову. Раз, два, три. Почему-то эта героиня была обласкана такой любовью, а это все от того, что надо было, значит, ее животик прикрывать. Я смотрю на сыночка своего и не верю, что тогда он был во мне, теперь он снаружи. По-моему, никто же ничего не заметил, по большому счету. Вот. Так что после рождения третьего ребенка Олесе Железняк несложно было сыграть деликатное положение Ларисы Буханкиной. Что ты там стоишь? Машу. Ты что, не видишь? Что я устала? Сейчас, вот. Сейчас, моя хорошая. Сейчас. В кино я меньше востребована, я больше театральная артистка. Но на площадке «Сватов-6» Олесе Железняк пришлось столкнуться с тем, что для театральной актрисы проблема. Часто киношные артисты, которые в кино больше снимаются, у них есть такое, что они не ждут обратной связи. Потому что театральный артист, он всегда ждет, он всегда играет с партнером. Вам что тут? Позакладывала, что ли? Здорово, Иван Степанович. Я не понял. А что тут происходит? Во время съемок эпизода в доме семьи Буханкиных случилась непредвиденная ситуация. Федору Добронравову нужно было успеть на спектакль в Москве. У партнера не было времени, дома опаздывал на поезд Федька. Все, ребятки, побежал, я доплатно завтра. Ну, кто заменит ту улыбку, тот смех феноменальный. Такого естественного, такого харизматичного смеха нет ни у кого. Так, нормально? Похож, не похож? Пополнил. Да, да, главное не засмеяться в кадре. Самое главное, держать себя в руках. И все. Для меня это ужасно сложно, когда там заменяют актер, не может быть. Есть статисты, играешь вроде бы то же самое. Да не то же самое. Статисты же начинают, они еще очень стараться, что очень не надо делать. Хорошо. Здоровая, Иван Степанович. А ты так зашел или по делу? Где мебель? Какая мебель, Иван? Да, какая мебель, Иван Степанович? Ты реагируешь на то, как реагирует твой партнер. А тут ты не понимаешь, насколько это смешно. А ты присаживайся. Краба с нами, дальневосточного покушать. Садись. А я понял. А не останавливаемся. Он еще теряется, смотришь на него, он как бы начинает так глазами куда-то прятать их, когда на него смотришь. Ну да, это смешно, конечно. Ой. Что случилось? Митя, мне что-то... Сейчас краба захотелось. Да. Мамус, проходи. Украшением этого сезона стал еще один женский персонаж, теща Митяя, Виктория Викторовна. Ну а на площадку сватов вышла новая актриса. Это вот из-за этой красоты ты сменила субтропический климат на черноземно-захолустный. О Танечке Васильевне вообще мы мечтали, по-моему, со сватов третьих. Вот таких там ярких персонажей, как Митяя и Лариса. И мама не может быть просто мамой. Это должен быть такой персонаж конкретный. Это и Татьяна Григорьевна, ну, подходила на эту роль изначально. Это роль, которую я сейчас играю. Эта дама считает, что она городская, потому что она из какого-то города, который как-то называется. Здрасте, Дмитрий Александрович. А что, у вас сверхурочные пивом выдают? С чего вы взяли? Вы так много работаете. Ну и вечный конфликт дочки с мамой из-за неподходящего мужа. Лариса, твой вкус деградирует прям пропорционально сроку твоего замужества. Мам! Ну, мне кажется, что есть куда развиваться в этой роли. Я знала, что есть такой сериал, кое-что видела. И знаю, что его любят очень. У него очень большой такое слово. Рейтинг отвратительный, но это так. Познакомьтесь, моя мама. Погостить приехала. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Поскольку это происходит уже несколько лет, все уже здесь настолько в образе. И, конечно, мне нужно тоже найти свою нишу здесь. На это нужно время. Я сейчас пока пристраиваюсь. Сели, поехали. Я говорю, Татьяна Григорьевна, а как, я с таким говором, а вы мама без говора. И потом мы придумали целую историю, как это объяснить, что она на самом деле из Новосибирска, моя мама, приехала сюда, на сборы спортивные, куда-то в Крым. И там познакомилась со спасателем, с крымским, или с лодочником, с каким-нибудь. Закрутилась, завертелась, что, а я уже как бы крымская настоящая, поэтому у меня говора, а у мамы нету. И, в общем, вот такая у нас история, я думаю. Мы уже будем на следующий год снимать байки «Митяя-2», но чуть-чуть в другом формате. Это будет больше ближе к формату сватов. И там мы будем рассказывать о тех семи годах, которые Митяй с Ларисой провели в Крыму. Я тебе сто раз говорила, еще раз повторю. Мы в Крым обратно не поедем. Там мы покажем, как они познакомились с мамой, как они там жили, вообще, как складывались их отношения. Я всегда буду рядом, я всегда тебе смогу помочь. Тебе не приходило в голову, что мы переехали? Потому что ты всегда была рядом. Я очень люблю Лесию Железняк. Она лучшая актриса этого поколения. Да если не могла сниматься, конечно, она удивительная артистка. Почему не сделали ремонт после прежних хозяев? Мы же делали, я лично выпирала. Лариса. Я не могла с ней сниматься, я раскалывалась. Вообще, про Лесику и Таню, надо сказать, что они настолько колятся друг от друга, я просто не ожидал. Им нельзя смотреть, как гиббонам нельзя друг на друга смотреть. Серьезно, вот обезьяны, когда смотрят, они начинают драться. А эти колодцы, я думаю, ну раз, ну два, ну три, они... Господи, боже, что бы... С завтрашнего дня начинаем. Начинаем. Леся, за ровно. Татьяна Григорьевна-то Олесю не колола специально, она просто делала свою работу. Я спрашиваю, над чем ты смеешься, я даже не могу это объяснить. Леся, она сама очень смешливый человек, но такой искренний, вот, поэтому, в принципе, ее легко расколоть. Если я в глазах у партнера, я вижу какой-то огонек, все, это мне недостаточно подумать, что ему тоже смешно, и тогда все. А где шведская стенка? Мы это собирали. Уже Андрюшка сидит, говорит, ну девочки, ну-ка. Мы несколько сцен играли так, что они общались через меня, потому что реально они встречаться не могли, это все, это кол. Дмитрий Александрович. А где шведская стенка для ребенка? Мы же говорили, купили. Я не с тобой разговариваю, Ларис. Я боялась, что Андрей сейчас подумает, что я вообще ей профнепригодна. Но я не могла смотреть, я на нее смотрела, и мне было очень, как бы, очень было смешно. Начали! Сейчас, подождите. Мне кажется, что, когда человек раскалывается, значит, он, как сказать, живой человек. Еще разочек, подождите. Мамочка, господи, что с тобой, что случилось? У меня-ка. Господи, мама, блин себе, это же я плохо, плохо палываю. Мамочка, вот. Глядя на игру Татьяны Григорьевны, ну, порой трудно этого не сделать, не расколоться. Давайте. Начали! Господи, мамочка, что с тобой, что случилось? Ой, детство. Вообще, я люблю, когда артист колется, я и на сцене люблю, когда колется. Если на сцене, там можно где-то отвернуться, спрятаться, и все тебя раскололи, а в кадре ты, если бы на крупном плане, никуда не лезешь. Вы что, уже уезжаете? Да. Так сложились обстоятельства. Кроме термина «колодца», в кино есть такое понятие, как «актерский дубль», когда актеры решаются на импровизацию. Ну, вообще-то, конечно, бы осталось. Но у каждого режиссера свое отношение к этому. Режиссер, он хозяин на площадке, и все зависит, конечно, от режиссера. В этой сцене Татьяна Васильева симпровизировала первой. У меня была, правда, истерика. Такое случается редко, на самом деле. Спасибо. Когда? А послезавтра? Да, послезавтра я думаю. Вдруг ни с того ни с чего. У Танечки полились слезы, у Леськи полились. Вроде такая комедийная, ну, сцена. Евгений Борисович, вы мне букет послезавтра отдадите. Ой, извините, я забыл. Я забыл, извините, пожалуйста. Чего? Извините. Спасибо. И вам спасибо. Я помню, что мы играли ее смеяться. У меня стала переводить эти слезы. Она может так реагировать, как я подумала. Мама, билет отдай. Тебе он больше не нужен. Так, чтобы я там умирал со смеху, со мной такое случается редко. Правда. А тут, ну, просто невозможно было. Причем в какую сторону не посмотрели. Вот они вчетвером в итоге там все собрались. И все были просто прекрасны. Откуда берется хороший юмор? Это хорошо отрепетированная сцена. И вдруг в ней, в хорошо отрепетированной, появляется импровизация. Все плачут. И только закатом. Кто-то, вот подлый какой-то человек. Ну, что вы там такое? Прежде всего, поднимает настроение окружающим. Здесь нет ощущения, что вот идет работа. Очень нехороший признак для меня всегда. Когда все взмыленные, мокрые, бестолковые. Здесь этого нет. Как будто это и не кино снимают. А как будто это что-то, вот идет жизнь сама себе, идет и идет. Так неудобно получилось. Ну что вы, все было в рамках приличия. Да. Да. Только вы с вами руки на ролл, мы эти рамки немного раздвинули. Извините. В день съемок танца тещи Митяя и Борисыча, с самого начала смены, все пошло не по плану. В итоге, далеко за полночь, накопившаяся усталость, а Татьяну Васильеву ждет машина, чтобы успеть на рейс в Москву. Возможности поставить этот танец заранее, хотя бы примерно, у нас не было вообще никакой. Коля Добрынин показывал какие-то движения. Ну он танцевал когда-то профессионально, поэтому вот он помогал. Мы его за полчаса до выхода на площадку, пока там ставился свет, как-то примерно развели. Чтоб я занимался профессионально танцами. Еще и душно было, и весовые категории Семы и Танечки, которые в два раза выше него. Надо было вписаться в эту историю. Для меня не очень привычное дело. Мне кажется, что должно быть смешно и обязательно смешно. И неожиданно. Я, конечно, переживал за эту сцену, понимая, что тут нужно очень точно. Но, несмотря на все сложности, Татьяна Васильева старалась разрядить обстановку. Так нормально? Уже ползышка назад все. А его видно вообще? Начали. Ну, это было рок-н-ролл по духу. Я не знаю, как это по движениям было, но это был настоящий рок-н-ролл. Ну, а когда они стали импровизировать, это гораздо лучше, чем всякие поставленные движения. Да, зажглись. Это танец. Мне было жалко, что не так много времени на съемку. Думаю, что это могло быть гораздо интереснее, чем в фильме «В джазе только девушки». Только очень хороший актер может точно сыграть и смешно. Чтобы это не было ни пошло, ни вульгарно. Да, здесь очень комфортно работать, очень. Сразу начинает работать фантазия. Это первый признак того, что произошло, полный контакт есть творческий. Я очень рад, что у меня такой партнер и еще теща появилась. У нас семейка еще та. Пока, мой мальчик. Счастливо тебе. Очень рада была. Если говорить о таких личностях, как Татьяна Васильева, к нему это прям удовольствие было. Интересно, познавательно, во всех смыслах. Я хотел сказать, что танцуете вы здорово. Да. Да. Спасибо. Фантастическое. Я говорю, что моя Олеська-железняк – это такой подарок. Это просто подарок. Если вы прямо сейчас не ляжете в постель, я вам устрою такую бурю, что ого-го. Молюсь, что вот такие у меня товарищи партнеры подобрались. Мы чувствуем настолько другим, мы ушами, я не знаю, затылком друг друга. Мы любим так же. Я очень благодарен, Люсь, конечно, за то, что она так очень крепко стояла рядом со мной на ногах. Недавнего времени я уволена, потому что у меня без на свободного времени. Фу, от вас пахнет канавой. Тебе надо просто слышать и видеть. А дальше уже само происходит так. Саша! Саша! А ты что такое? На сватах мы познакомились. Мы раньше не были знакомы. У нас никогда с ней никаких разногласий, ничего. А ты что тут делаешь, придурок? Я скучаю. Что у тебя на голове, чучело? Она компанейская. Комфортно или некомфортно, вообще такого вопроса не стояло. И вот это что было в последний раз, ты меня понял? Я тебе просто клянусь. Вот так вот. Здорово, все здорово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!